Привет, друзья! Сегодня Татьяне Евгеньевне Кузнецовой, 77 лет, за плечами огромная творческая жизнь. Эту привлекательную актрису с копной рыжих волос можно увидеть в эпизодических ролях у многих прославленных режиссеров советского кино. Но зрители почти не помнят тех ее персонажей, судят только по последним появлениям на экране. Актриса родилась в Приморском городе в 1945 году. К сожалению, найти какую-нибудь интересную информацию о родных артистке не представляется возможным, как и отсутствуют сведения о детских годах Кузнецовой и ее личной жизни. Зато можно с точностью утверждать, что Татьяна Евгеньевна училась актерскому мастерству в театральном институте Ярославля. Еще являясь первокурсницей, стала играть в театре. И дебют в кинематографе также выпал на совсем юные годы, 16 лет. Получив на руки диплом, приняла решение покорять столицу. Причем девушка нисколько не сомневалась, что сможет добиться успеха. А главное, что она считала себя достойной именно такой судьбы. Так началась артистическая жизнь Татьяны Евгеньевны. Режиссеры наперебой предлагали девушке с огненными волосами играть эпизоды в своих киноработах. А способность актрисы справиться с любой ролью делали ее очень востребованной. Когда Гайдай задумал экранизировать великолепное произведение Зощенко, он открыл кастинг по набору актеров. Причем важными были не только исполнители главных ролей, но и второстепенных. Так в искрометной ленте «Не может быть» появилась смешная и неуклюжая кухарка Кузнецова. Посчастливилось Кузнецовой стать частью еще одного шедевра советского кинематографа – картины Данелия Мимино. Сколько раз смотрю фильм, столько раз смеюсь без остановки. Не обошлось без участия актрисы и создание первого в СССР фильма «Катастрофа и экипаж». Мета нашел очень подходящую роль для Татьяны Евгеньевны. Нервную и психически неуравновешенную супругу-пилота сыграла Ирина Акулова, а вот ее подругу, спокойную и умиротворенную, пытающуюся утихомирить разошедшуюся женщину, отлично воплотила на экране Кузнецова. Ряд фильмов, где снялась актриса, довольно продолжительный. Хочется вспомнить о ее работах в Мэри Поппинс «До свидания, будьте моим мужем». Девяностые не выбили артистку из колеи, она продолжала получать предложение на участие в сериалах. Подробности жизни Кузнецовой вне работы практически неизвестны. Есть сведения, что у нее недолгое время был муж, но что-то не заладилось, и брак распался. Возраст берет свое. Кузнецовой стали подходить роли родителей и тетушек, которые прожили жизнь и готовы поделиться мудрыми советами. 2004 год принес актрисе, запоминающуюся роль, которая снова привлекла к женщине внимание, сделала узнаваемой. Артистка мастерски показала смешную тещу туповатого прапорщика Шматко в очень популярном в то время сериале о солдатской жизни. За этот комичный персонаж Татьяну Олеговну выдвинули на заслуженную кинопремию в Монте-Карло. Кузнецова счастлива, что несмотря на почтенный возраст, может радовать зрителя и дальше, а также заниматься любимым делом, появляется артисткой на театральной сцене в МХТ Чехова. Среди последних ее киноработ нужно назвать «Кровавую барыню» и «Московскую борзую 2». Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя, а также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok